Кладезь вкуса. Красный пищевик открыл после реновации фирменный бутик. Он был, есть и будет первым. Это наш флагман, это наша гордость. Что изменилось после ребрединга? Диалог с разумом. В стране стартуют недели цифровой грамотности. Приглашаем всех принять участие в мероприятиях недели цифровой грамотности. На чем акцентируют внимание сотрудники МВД? Громкое событие. Магазин электроники ДНС приглашает за покупками. У нас есть и низкие цены, и большой ассортимент. Чем выделяется сеть? А также открытый разговор и снег летает. По Могилевской области прошелся циклон. Каких бед наворотила природа? Итоги уходящего понедельника подводят наши корреспонденты и я, Виталий Гаврусев. Разговор по душам. В Бобруйске руководство города встретилось с молодыми специалистами. В рамках единого дня информирования с педагогами пообщались председатель горисполкома Игорь Кисель и председатель городского совета депутатов Ирина Рынейская. В разговор включились без малого 50 юношей и девушек. Главной темой стали выборы президента Беларуси. Внимание акцентировали на ключевых аспектах предстоящей избирательной кампании. Эти молодые люди имеют свой собственный взгляд на профессию. Они хотят остаться в профессии. Они любят детей. Они стремятся повышать свое самообразование в профессии. Это очень важно, потому что профессия педагога сегодня имеет особую значимость в нашей стране. Ну и, конечно, мне приятно пожелать своим коллегам достичь вершин профессионального мастерства и чтобы их воспитанники и их ученики выросли грамотными, образованными людьми, настоящими патриотами своей страны. Встречи, которые могут замотивировать, встречи, которые раскрывают какие-то новые вопросы, новые действия, где я могу еще что-то для себя обдумать и, может быть, преподнести в своей профессии. Достаточно теплые, дружелюбные встречи, где можно познакомиться тоже, узнать что-то новое. И также помогают нам решить какие-то вопросы, которые мы имеем. Стараюсь больше и чаще гулять по городу со своими коллегами. Тоже они мне очень сильно помогают. Ну и надеюсь, что встреч будет больше, ярких впечатлений тоже будет больше. Игорь Кисель также поинтересовался, как молодые специалисты устроились на своих первых рабочих местах. Всего ли достаточно в городе? В свою очередь, молодые люди активно включились в диалог, высказали мнения и пожелания. Одним из них стало арендное жилье. Актуальная тема среди молодых педагогов. Отличная новость для сладкоежек от фирменной сети сладкого предприятия пришла 22 ноября. После ребрединга открылся магазин номер один открытого акционерного общества «Красный пищевик». Теперь интерьер напоминает зефир в шоколаде, а вместо двух касс в работу включены четыре. О неизменном высоком качестве и вкусе далее. С этого сладкого магазина на социалистической начался отсчет истории фирменной сети кондитерской фабрики. Именно он 20 лет назад стал эпицентром притяжения любителей полакомиться. Поздравил всех причастных к этому празднику и председатель Бобруйского госполкома. Я считаю, что бобручане, конечно, оценят и в канун таких праздников новогодних. Это действительно вы для нашего города преподнесли огромный-огромный подарок. Спасибо. Я знаю, что средний чек кассы будет выше, чем в других магазинах. Первых посетителей встретил не просто обновленный, а действительно новый магазин. Хотя его торговая площадь и осталась прежней, здесь изменилось абсолютно все. Вывеска, интерьер, оборудование. Воздушности придали даже светильники. Между полками и витринами много места. Проходы стали свободнее, что удобно для покупателей. Уверена, наши жители и наши гости города Бобруйска по достоинству оценят данные изменения. В своих сладких предпочтениях жители города на Березине едины – красный пищевик. Это полезно, вкусно и доступно. А главное – свое – бобруйское. Хорошая дегустация, все такое вкусное, все приятное, такой красивый магазин. Слава Богу, что у нас есть в Бобруйске такая красота. Все очень красиво, интересно. Все хочется купить, попробовать. Своё, родное. Мы уже привыкли к нему. Это качество, это прекрасная и красивая продукция. Мы всегда с восхищением смотрим, видим и покупаем ее. Сюда непременно приходили тогда и приходят сегодня за качественными и свежими лакомствами. Мы это делаем постоянно, особенно к этому сезону мы очень хорошо подготовились. У нас и в линейке зефиров новые продукции, и халва, и драже. Чего только стоят такие интересные сочетания. Халва с перцем, например. Это для любителей, конечно же, но он имеет место быть. Или же зефир со вкусом латте-карамели, шампанское клубника. Продукт, который уже сегодня видно, что завоевывает сердца потребителей. К реконструкции и кардинальному преображению торгового объекта подошли не только с большой фантазией, но и с душой. Праздник получился домашним с новогодней атмосферой. В сфере Нового года у нас очень много новинок, очень большой ассортимент продукции. У нас полезная продукция, сладкая продукция, уникальная продукция. Мы всегда стараемся предоставить нашему покупателю всевозможные новинки, чтобы радовать и приносить только радость, праздник и вот эти прекрасные предновогодние дни. Фирменная торговля – это не только доступные цены. Свежий товар и регулярное обновление ассортимента – еще два непременных ее условия. Сладкая продукция в новый магазин будет подвозиться с предприятия ежедневно. А то, что прилавкам потребуется регулярное подкрепление, показали первые же минуты его работы. Василиса Караханова, Виталий Гаврусев, Станислав Чечерин, Бобруйск-360. Актуально, как никогда, в Беларуси пройдет республиканская профилактическая акция «Неделя цифровой грамотности». По 2 декабря сотрудники милиции усилят работу по повышению осведомленности населения в киберпреступлениях и способах защиты от них, формированию навыков безопасного поведения в сети. Во главе угла профилактика вовлечения несовершеннолетних в мошенническую деятельность и схемы с цифровыми знаками. В рамках профилактической акции специалисты расскажут о распространенных видах киберпреступлений, в том числе совершаемых с использованием нейросетей. Предупредят о современных способах совершения интернет-афер и дадут практические советы по защите от них. Приглашаем всех принять участие в мероприятиях «Недели цифровой грамотности» и повысить свой уровень знаний в области кибербезопасности. Сотрудники МВД также акцентируют внимание на правилах поведения в интернете. «Недели цифровой грамотности» еще раз напомнят, как не стать жертвой при покупке товаров и не пойти на поводу фейковых предложений об инвестировании в цифровую валюту. Широкий выбор второй магазин сети ДНС в Беларуси открылся в Бобруйске. Для покупателей свыше 8 тысяч наименований в более чем 500 категориях – от компьютеров и ноутбуков до бытовой техники, товаров для дома и многого другого. Магазин предлагает максимально выгодные ценовые предложения и комфортные условия приобретения продукции. Наравне с известными международными брендами также представлены белорусские производители и собственные торговые марки сети. Почему именно к нам? Ну, этот вопрос часто многие задают. Ну, во-первых, у нас есть и низкие цены, и большой ассортимент. Ну, и много акций, и возможность кредитования. Очень удобно. Цены очень доступные. И вообще ассортимент очень большой. Очень приятное, хорошее обслуживание. Все вопросы можно решить. Очень хорошо проконсультировал, без вопросов. Наверное, чтобы посмотреть здесь все, надо долгое время. Мы в первый раз, получается, здесь. И скажу так, что просто чисто смотреться, узнать, что здесь есть вообще. Ну, и в будущем буду здесь приобретать. Кроме того, есть уникальная возможность заказать любой товар из обширного ассортимента сети через интернет-магазин с доставкой в любую точку страны. Гипермаркет ДНС ждет жителей и гостей Бобруйска по адресу Максима Горького, 8Б, с 10 до 20 ежедневно. Зима на пороге. На прошедших выходных в Беларусь пришел первый сохранившийся снег. Однако температурный фон в Синекой будет контрастировать в разных регионах. Каким выдался первый день новой рабочей недели и что ждать дальше, расскажет Роман Костюков. Понедельник, 25 ноября, показал метеорологический контраст. В то время как потепление наблюдалось по западу Беларуси до плюс 4 в Брестской и около 3 в Гродненской областях, в восточной части страны температура закрепилась на уровне нуля. Лишь в Могилевской столбик термометра держался на 1 градус ниже нулевой отметки. В ночное время закрепился стабильный минус – до 9 мороза. Мороз и солнце – день чудесный. С выходных не тает упавший снег. Он хоть и не первый в этом году, но первый закрепившийся на земле. И пока еще рано говорить о снеговиках, санках и коньках, но самое время обратить на убранство города. Витрины магазинов сверкают разноцветными огоньками, в продаже появляются новогодние подарки. До 25-го остается 37 дней. Британия утопает в воде. Больше остальных пострадал Южный Уэльс. Там за двое суток выпала месячная норма осадков. Виной стал Шторм Берт. Эксперты уже назвали стихийное бедствие беспрецедентным. Сила ветра достигала 40 метров в секунду. Затоплены сотни домов. Тысячи без электричества. Бороться с наводнением властям помогают местные жители. Они укладывают мешки с песком, вычерпывают жидкость ведрами. Во вторник, 26 ноября, на Западе сохранится стабильный плюс. В Брестском регионе до плюс трех тепла и в Гродинском два градуса. На восточной части территории страны температура воздуха останется со знаком минус. В Могилевской области три мороза, в Витебской два. В Гомельской не выше одного. В белорусской столице столбик не должен превысить нулевой отметки. Роман Костюков, Станислав Чичерин, Бобруйск, 360. В 2025-м в Беларуси пройдет знаковое событие в политической сфере. Выборы президента, назначенные на 26 января. Обо всем по порядку в нашей программе «Мой выбор». Сразу после новостей не пропустите. Это все и события к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 Субтитры создавал DimaTorzok